За 2014 год в Крае родилось 36,5 тысяч новых граждан. Показатели 2013 года превышены на 37%. Средняя заработная плата увеличилась почти на 9%. Объем валютных и рублевых вкладов жителей Края за год вырос на 6,5%. Об эффективности работы власти нужно судить по качеству жизни людей, а не по количеству проводимых мероприятий, заявил губернатор Старополя перед краевыми депутатами. В Старополе прошло заседание Думы, на котором оглашен ежегодный отчет Владимира Владимирова о работе правительства за прошлый год и его доклад о перспективах социально-экономического развития региона. По словам главы Края, в апреле Старополя впервые с начала года по объяву собственных доходов бюджета вышла на уровень 2014-го. Это стало возможным благодаря специальным антикризисным мерам, которые были приняты на краевом уровне. Оптимизацию расходов, как вы знаете, мы начали с себя. Мы начали с себя. Отказались от крупных закупок, ужались в содержании аппаратов и, главное, ввели мораторий на замещение вакансий в правительстве, органов власти и государственных предприятий. Сэкономили уже на сегодняшний день порядка четверти миллиарда рублей. Здоровье экономики напрямую зависит от здоровья граждан, считает глава Края. Это значит, нужно делать медицину для населения более доступной. Поручаю Министерству экономического развития и Министерству здравоохранения в двухмесячный срок провести необходимые процедуры по централизации закупок медикаментов для лечебных учреждений Края. Также поручаю Минздраву проработать вопрос договоров с заводами-изготовителями о прямых поставках в государственные аптеки лекарств по фиксированным ценам. Сюда же можно отнести и работу Краевого Минспорта. Здоровый образ жизни, как отметил губернатор, сейчас становится массовым явлением. Но эту работу нужно продолжать. Вношу предложение ежемесячно проводить в Ставропольском крае День здоровья. Каждый желающий должен получить практическую возможность один раз в месяц заниматься в спортивном зале или спортивном комплексе абсолютно бесплатно. Государственные спортивные учреждения должны поддержать это начинание. Организация работы и контроль за Министерством спорта. Такие меры принимаются в первую очередь для будущих поколений. Это же касается образователя и социальной политики в регионе. За два года построены и введены в эксплуатацию 13 новых детских садов. В 2015 году запланировано завершить строительство восьми учреждений. Около 300 миллионов рублей в год потребуется для развития и учреждений культуры Края. Значительные вложения. Однако и роль культуры в обеспечении общественной гармонии более чем серьезная, сказал глава региона. В 2014 году были введены в строй два новых современных дома культуры в городе Ипатово и селе Донском. Отремонтировано 9 сельских учреждений культуры. Что касается дорожного строительства, здесь отметил губернатор. Край готов выполнять задачи, поставленные главой государства. Президент страны поставил перед регионами предельно четкие задачи. К 2020 году объемы дорожного строительства должны быть удвоены. Ставропольскому краю для выполнения этого поручения необходимо построить за 7 лет 780 километров современных магистралей. Сложно? Да, сложно. Но выполнимо. Конечно, одна из ключевых задач правительства – борьба с коррупцией. 84 представителя краевой власти прошли проверку на полиграфе. По каждому руководителю, по каждому, у меня есть теперь развернутая картина. Министр, которого задержали в момент получения взятки, уволен мною в связи с утратой доверия. Мы никого не покрывали и покрывать не будем. Но и общество должно стать нетерпимым к тем, кто берет взятки и тем, кто их дает. Ставропольский край – территория закона и порядка. Где закон, там и инвестиции. Глава края заметил, что перспективной сферой для вложений сейчас становится коммунальный комплекс. Для модернизации сетей и строительства новых объектов необходимо около 500 миллиардов рублей. Но есть определяющие условия – все объекты остаются в собственности края. Аудитория событий – более 700 человек. В их числе не только депутаты Думы Ставропольского края, но и члены российского парламента, руководители органов исполнительной власти региона, представители общественных организаций, главы муниципалитетов. В своем докладе просто губернатор более контурными сделал то, что предстоит, те задачи, которые нам предстоит выполнять. Причем речь идет не о каких-то абстракциях, а о каких-то конкретных четких направлениях. Это главное. Главное, что я повторяю. Все понятно, все очевидно. Повторяя, будем исполнять. Те тренды, которые прозвучали от нашего губернатора, безусловно, мы обсудим и на круглых столах сегодня. Безусловно, в каждом своем коллективе мы подумаем, каким образом их реализовать, привести уже к каким-то результатам. Безусловно, люди от нас ждут результатов. Поэтому будем работать именно на результат. Отчет губернатора был принят депутатами единогласно. После доклада участники мероприятия разошлись под тематическим секциям, где на круглых столах обсудили важные для края вопросы. Все предложения специалистов будут рассмотрены и переданы правительству и главе края для дальнейшего развития региона. Марк Витлийский, Владимир Кириллов, АТВ, Ставрополь.